Друзья мои далекие и близкие, добрый день! С вами Нина Кусман и я приветствую вас на своем YouTube-канале. Вышла в сад и поняла, что если я не буду предпринимать каких-то действий, все погибнет. Шеф, все пропадет. В русском магазине купила порошок горчицы. Видите, когда настрой боевой, все получается. Прям 100 миллиграмм отмерила очень ровно. Это не миксер, это я такая шустрая. Итак, а если серьезно, это натуральное средство, поэтому буду обрабатывать все кустарники, которые уже и цветут и плодоносят. Итак, что нам нужно в данном случае? А нужно нам 100 грамм порошка горчицы, который мы разведем в 10 литрах воды. Чтобы это было проще сделать, для начала мы эти 100 грамм разведем в ковшике. Оставим ненадолго раствориться и настояться, а сами в сад посмотреть масштабы бедствия. Оказалось, что тля очень любит розу. В этот раз я ее заметила на малине, хотя малина уже цветет вовсю. Уже ягод очень много. И вдруг я замечаю вот этих непрошенных гостей. Причем неделю назад никого не было, ни одной никакой букашки. Теперь посмотрите, черные, зеленые, длинные, короткие, какие-то жучки, гусеница тут же пристроилась. Короче, пришли все. Забегая вперед, я потом, когда обрабатывала этот листик настоем, гусеница подняла голову и посмотрела на меня печальными глазами. Ну а что я могу сделать? Урожай-то надо спасать. На самом деле, когда я увидела, что они сидят везде, я себе ярко представила душераздирающую картину, когда однажды утром выходишь во двор, а они все эти листья скрученные и сухие. Итак, я провела целый вечер за изучением этой ситуации. Что нужно делать? Набрала много рецептов, записала, но решила начать с горчицы, поскольку я ее купила уже. Буду пробовать, экспериментировать, нарабатывать свой личный опыт. В начале весны нас одолели цеки. Это клещи по-местному. Мы купили средства для борьбы с ними и вот такой распрыскиватель. До клещей руки не дошли, клещи куда-то, видно, пропали. Но когда я подумала о том, что нужно сад будет обрабатывать от тли, я вспомнила про этот агрегат. Когда вспомнила, оказалось, что он вместимостью всего 5 литров. Ну, значит, мое разведенное средство нужно будет располовинить. Вообще, себе беру на заметку и всем новичкам, хочу сказать, следите за дозировкой, чтобы не навредить. А это у меня будет такая маска. Мне ее дал муж для работы с химическими препаратами. Я ее использую дома, если я что-то чищу с применением химических средств. Ну и вот воспользуюсь в этом случае. Понятно, что горчица средство натуральное, но может нашим дыхательным путям очень-очень сильно навредить. Пока средство настаивалось и я осматривала сад и огород, еще больше убедилась в том, что очень хорошо, что я вовремя спохватилась. Посмотрите, и на цветках, и на плодах, и муравьи, и тля, и кого здесь только нет. А вот на этом кусте малины я опять, как и в прошлом году, именно только на этом кусте заметила необычного окраса листочки. Это тоже заболевание. Но к этому вопросу я вернусь позже. А сейчас я увидела тлю на свекле, которая у меня была оставлена на семена. Она пережила зиму, и сейчас вот вдруг такое ай-нэ-нэ, как говорит моя подруга. Ну что, выдернула и выбросила, и ни в коем случае не в компост. А еще больше я запечалилась, когда увидела тлю на вновь высаженных томатах. Кстати, в тепличке их пока нет. Картофельный кустик пока тоже чистый. Хотя я не уверена, что это картофель. Откуда он взялся в этом горшке? В прошлом году у меня был один сорт томата, который вверху томат, внизу картофель. Может быть, это они. Итак, я поняла, что сад нужно обрабатывать весь сверху донизу. И я решила в запас набрать зелени для зеленых щей и для салата. Сначала собранную зелень я раскладываю на полотенце, для того, чтобы все местные жители покинули эти заросли. А потом погружаю минут на 10 в воду. На дно оседают все частицы земли и все, что нам не нужно. Ну а потом заворачиваю в бумажное полотенце, либо обычное полотенце. Наша горчица настоялась, пора уже за дело. Налью в мой 5-литровый резервуар ровно половину того, что у меня есть. И добавлю обычной воды из-под крана. Резервуар достаточно прозрачный, и там есть метка. Итак, мужик сказал, мужик сделал. И не надо ему каждый месяц об этом напоминать. Это я сейчас язвлю по поводу Андреаса и несостоявшейся травли лещей. Этот баллон, который я вам вначале показала, он оказался полуфабрикатом. И к нему нужно было присоединить вот эти трубки. Нашла я эти трубки. До чего я не люблю инструкции по сборке чего-либо. Ну и этот этап был пройден, а теперь оказалось, что нужно качать. О, Аллах, где же муж этот? Сама, 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 сама. Надеюсь, мне еще достаточно. Берем эту штуку. Штуку. О, пошло, ребята. Поехала. Ура! Если вы никогда не видели тлю, то вот она. Муравьи, которые, как говорят, тут людоят и забирают у нее сахар. Итак, ребят, вчера я обработала горчицей, настоем горчицы. Сейчас подошла посмотреть, что здесь творится. Вот такая жизнь здесь происходит. Не вся тля погибла. Клей бороться нужно не одноразово, а в течение всего сезона. Вообще, пока она у вас есть на участке. Так что сейчас буду думать, что делать. Бабушка надвое сказала, да? Либо химикатами это все убрать, но уже кустарники созревают, ягоды. Клубника созревает у нас здесь в горшках. Надо же. Впервые я такое вижу. Но это они, кстати, облюбовали декоративное дерево. А в прошлом году они съели практически все дерево. Всю листву. Чего только не узнаешь. Ну что ж, сегодня мы славно потрудились и нужно доставить удовольствие себе любимой. Что нам нужно после сада с горчицей и тлей? Конечно, душ. Я поделюсь с вами одним из моих любимых рецептов пилинга кофейного. Кофе, соль и масло смешаем в ложки, нанесем на увлажненное тело и нежно помассируем. После этого пилинга кожа бархат, настроение супер. Ну а на лицо масочку. И в медитацию на 15 минут. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»